Анамнез. Два месяца назад поднималась температура до плюс 38, пару недель назад температура тела поднимается исключительно по вечерам с 21 часа до 22 часов в пределах плюс 37,6, потом нормализуется, присутствует кашель периодический, влажный с отхождением мокроты, в пробах мокроты, кале, моче, крови нет. Описание представленных катетомограмм пациентки 58 лет от 12 ноября 2019 года. Область исследования, брюшная полость, забрюшинное пространство, с внутривенным болюсным контрастированием, при анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. На серии МСКД органов брюшной полости из-за брюшинного пространства, желудок обычных размеров, печень увеличена, крпт, 189 мм, крпт, 75 мм. Контуры четкие, ровные, нативная плотность, плюс 60, плюс 70 ху, желчные протоки не расширены. На этом фоне в правой доле печени выявлена гиподенсная до плюс 30, плюс 41 ху, мехкотканное включение размером 89 на 66 на 65 мм, практически по всему объему печени, множественные аналогичные очаги диаметром до 10-24 мм, с тенденцией к слиянию. При введении контраста, очаги гиповаскулярны в центре, с выраженным накоплением контраста по периферии. Диаметр портальной вены – 14 мм. Желчный пузырь обычных размеров, правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без ржа контрастных очагов. Поджелудочное железо обычных размеров, с четкими контурами, паренхима однородно. Вирсунгов проток не расширен, парапанкреатическая клетчатка не изменена, надпочечники не увеличены, обычные структуры, почки не увеличены, паренхима однородно-чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранифральная клетчатка структурны, рентген-контрастные конкременты не определяются. Выявлены множественные параортальные и параковальные лимфоузлы размером до 16 на 8 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена, поясничный отдел позвоночника, умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения, явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков, снижение высоты межпозвоночных дисков в каудальном направлении, сформированы клювовидные разрастания. При внутривенном балюсном введении контраста в паренхиме правой почки выявлен аналогичный гиповаскулярный очаг размером 6 на 7 мм. В левой почке очаг размером 9 на 7 мм. В данных включениях выявлены КТ-признаки наличия жировой ткани, на отдельных участках плотность до минус 7, фу. Другие очаги патологической воскулиризации не выявлены. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены, патологические включения в них не выявлены. Заключение КТ-картина более характерно для секундарного поражения печени, на фоне лимфоадинопатии живота. Гипотомигалия – тенденция к формированию портальной гипертензии. Образование – более вероятно ангемиолипомы, почек. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. Рекомендована консультация онколога. Врач-рентгенолог М.Н.М. Акатов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики СГМУС-М.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. Изменения в печени у вас не совсем благоприятны. В ткани печени выявлены участки неправильного накопления контрастного препарата и снижения плотности ткани печени. Такая рентгенологическая картина не позволяет исключить опухоль печени. Включения эти достаточно крупные, вам нужно обратиться к онкологу. Для уточнения диагноза, в таком случае, весьма часто делают диоксию печени и уже тогда ставят диагноз на основании гистологического исследования. Увеличение лимфоузлов в животе, также неблагоприятный признак, говорящий о тяжести заболевания. Тут нужно дообследоваться, в первую очередь у онколога. Увеличение лимфоузлов в животе 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 Лимфоузлов в животе